Теплый дом или Центр социальной помощи семье и детям на протяжении 10 лет помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. У ребенка снизилась успеваемость в школе, в теплом доме его подтянут по всем предметам. У родителей ночная смена на работе или командировка. За ребенком во время отсутствия родственников будут присматривать воспитатели и педагоги. Применяем разные технологии и в работе, чтобы детям было комфортно и интересно находиться у нас. Чтобы родители были спокойны за то, что здесь, в этом уютном центре, им помогут преодолеть какие-то препятствия. Педагоги применяют новые формы обучения и развития своих подопечных. Проводят творческие мастер-классы, устраивают совместные спектакли и концерты. Жизнь воспитанников теплого дома наполнена различными конкурсами, экскурсиями. В этом году руководство реализовало давнюю мечту. Особенно радостно то, что в сентябре этого года мы адаптировали свое учреждение для маломобильных граждан. То есть мы стали доступны для детей-инвалидов, для взрослых-инвалидов. В преддверии первого юбилея особенно ценны отзывы тех, кто на протяжении нескольких лет тесно сотрудничает с теплым домом. Это реально большая семья. И мы очень рады, что мы вообще в этой семье. А здесь, я говорю, по каждому действительно зову, по каждому звонку у нас идет помощь. Сейчас полным ходом идет подготовка к празднованию 10-летнего юбилея, которое пройдет 19 декабря. Готовятся не только руководство, но и педагоги, и воспитанники. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.